Давайте разберем закон больших чисел, который является, пожалуй, самым интуитивным законом в математике и теории вероятностей. И поскольку он применим ко многим вещам, его иногда используют и понимают неправильно. Давайте я вначале для точности дам ему определение, а потом уже мы поговорим об интуиции. Возьмем случайную величину, например, х. Допустим, мы знаем ее математическое ожидание или среднее для совокупности. Закон больших чисел просто говорит, что если мы возьмем пример n-ого количества наблюдений случайной величины и выведем среднее число всех этих наблюдений… Давайте возьмем переменную, назовем ее х с нижним индексом n и чертой наверху. Это среднее арифметическое n-ого количества наблюдений нашей случайной величины. Вот мое первое наблюдение. Я провожу эксперимент один раз и делаю это наблюдение. Затем провожу его еще раз и делаю вот это наблюдение. И провожу его снова и получаю вот это. Я провожу этот эксперимент n-ое количество раз, а затем делю на количество моих наблюдений. Вот мое выборочное среднее значение всех наблюдений, которые я сделала. Закон больших чисел говорит нам, что мое выборочное среднее будет приближаться к математическому ожиданию случайной величины. Либо я могу также написать, что мое выборочное среднее будет приближаться к среднему по совокупности для n-ного количества, стремящегося к бесконечности. Я не буду четко разделять понятие приближения и исходимость, но, надеюсь, вы интуитивно понимаете, что если я возьму довольно большую выборку здесь, то я получу математическое ожидание для совокупности в целом. Думаю, большинство из вас интуитивно понимает, что если я сделаю достаточное количество испытаний с большой выборкой примеров, в конце концов, испытания дадут мне ожидаемые мною значения, принимая во внимание математическое ожидание, вероятность и все такое прочее. Но, я думаю, часто бывает непонятно, почему так происходит. И прежде чем я начну объяснять, почему это так, давайте я приведу конкретный пример. Закон больших чисел говорит нам, что, допустим, у нас есть случайная величина х. Она равна количеству орлов при 100 подбрасываниях правильной монеты. Прежде всего, мы знаем математическое ожидание этой случайной величины. Это количество подбрасываний монеты или испытаний, умноженное на шансы успеха любого испытания. Значит, это равно 50. То есть закон больших чисел говорит, что если мы возьмем выборку или если я приведу к среднему значению эти испытания, я получу… В первый раз, когда я провожу испытания, я подбрасываю монету 100 раз. Или возьму ящик с сотней монет, тряхну его, а потом сосчитаю, сколько у меня выпадет орлов, и получу, допустим, число 55. Это будет х1. Затем я снова встряхну ящик и получу число 65. Затем еще раз и получу 45. Я проделываю это n-ое количество раз, а затем делю это на количество испытаний. Закон больших чисел говорит нам, что это среднее значение всех моих наблюдений будет стремиться к 50, в то время как n будет стремиться к бесконечности. Теперь я бы хотела немного поговорить о том, почему так происходит. Многие считают, что если после 100 испытаний у меня результат выше среднего, то по законам вероятности у меня должно выпасть больше или меньше орлов для того, чтобы, так сказать, компенсировать разницу. Это не совсем то, что произойдет. Это часто называют заблуждением азартного игрока. Давайте я покажу различия. Я буду использовать следующий пример. Давайте я изображу график, поменяем цвет. Это n. Это количество испытаний, которые я проведу. А моя ось у будет выборочным средним. Мы знаем, что математическое ожидание этой произвольной переменной равно 50. Давайте я это нарисую. Это 50. Вернемся к нашему примеру. Если n равно… Во время моего первого испытания я получила 55. Это мое среднее значение. У меня только одна точка ввода данных. Затем после двух испытаний я получаю 65. Значит, мое среднее значение будет 65 плюс 55, деленное на 2. Это 60. И мое среднее значение немного возросло. Затем я получила 45, что вновь снизило мое среднее арифметическое. Я не буду наносить на графике 45. Теперь мне нужно привести все это к среднему значению. Чему равно 45 плюс 65? Давайте я вычислю это среднее, чтобы обозначить точку. Это равно 165 делить на 3. Это 55. Значит, мое среднее значение снова опускается до 55. Мы можем продолжать эти испытания. После того, как мы проделали 3 испытания и получили это среднее, многие люди думают, что боги вероятности сделают так, что у нас выпадет меньше орлов в будущем, что в следующих нескольких испытаниях результаты будут ниже, чтобы уменьшить среднее значение. Но это не всегда так. В дальнейшем вероятность всегда остается такой же. Вероятность того, что у меня выпадет орел, всегда будет 50%. Не то, что у меня изначально выпадет определенное количество орлов, большее, чем я ожидаю, а дальше внезапно должны выпасть решки. Это заблуждение игрока. Если у вас выпадет несоразмерно большое количество орлов, это не значит, что в определенный момент у вас начнет выпадать несоразмерно большое количество решек. Это не совсем так. Закон больших чисел говорит нам, что это не имеет значения. Допустим, после определенного конечного количества испытаний вероятность этого достаточно мала, но тем не менее, допустим, что ваше среднее число достигло этой отметки – 70. Вы думаете, ого, мы основательно отошли от математического ожидания. Но закон больших чисел говорит, что ему все равно, сколько испытаний вы провели. У нас все равно осталось бесконечное количество испытаний впереди. Математическое ожидание этого бесконечного количества испытаний, особенно в подобной ситуации, будет следующим. Когда вы приходите к конечному числу, которое выражает какое-нибудь большое значение, бесконечное число, которое сойдется с ним, снова приведет к математическому ожиданию. Это, конечно, очень свободное толкование, но это то, что говорит нам закон больших чисел. Это важно. Он не говорит нам, что если у нас выпало много орлов, то каким-то образом вероятность выпадения орешки увеличится, чтобы это компенсировать. Этот закон говорит нам, что неважно, какой результат при конечном количестве испытаний, если у вас еще осталось бесконечное количество испытаний впереди. И если вы сделаете достаточное их количество, вы вернетесь снова к математическому ожиданию. Это важный момент, подумайте о нем. Но это не используется ежедневно на практике с лотереями и в казино. Хотя известно, что если вы сделаете достаточное количество испытаний, мы даже можем это посчитать, чему равна вероятность того, что мы серьезно отклонимся от нормы. Но казино и лотереи каждый день работают по тому принципу, что если взять достаточное количество людей, естественно, за короткий срок, с небольшой выборкой, то несколько человек сорвут куш. Но за большой срок казино всегда останется в выигрыше из-за параметров игр, в которые они приглашают вас играть. Это важный принцип вероятности, который является интуитивным. Хотя иногда, когда вам его формально объясняют со случайными величинами, все это выглядит немного запутанно. Все, что этот закон говорит, – это что чем больше выборок, тем больше средняя арифметическая этих выборок будет стремиться к истинному среднему. А если быть более конкретной, то средняя арифметическая вашей выборки сойдется с математическим ожиданием случайной величины. Вот и все. До встречи в следующем видео! Субтитры создавал DimaTorzok